Инцидент произошел в прошлом году. Суд по нему состоялся. Преступнику назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет в условиях строгого режима. Но гособвинитель полагает, что суд был лоялен к преступнику и намерен запросить более суровое наказание, так как действия подсудимого носили особо жестокий характер и могли стать причиной смерти человека. А началось все довольно банально. С пьяных посиделок двоих мужчин и женщины в квартире у свидетеля по данному уголовному делу. У обвиняемого возникло сомнение в том, что кто-то ничем не подтвержденный, кто-то из компании, соответственно, свидетель и потерпевшая по данному уголовному делу, анализируемую, они украли у него, похитили, соответственно, 5000 рублей Национального банка Российской Федерации, Центрального банка, прошу прощения, Российской Федерации. И вот он стал их взывать, высказывать своих адрес нецензурной бранью за то, что они похитили, совершили хищение. Оскорблениями обвиняемый не ограничился. И далее события стали развиваться весьма стремительно. Обвиняемый нанес несколько ударов по различным частям тела свидетелю, от чего тот упал. На его защиту, соответственно, стала потерпевшая, от чего также сразу же получила удар в область головы, соответственно, со стороны обвиняемого. Женщина потеряла сознание. Преступник же, вооружившись ножом, начал наносить интересные повреждения в различные части тела. Она в дальнейшем периодически теряла и сознание. Приходила в сознание, в процессе этого видела. Обвиняемый непосредственно в руках, у которого был нож, после чего он наносил различного рода удары, но она, соответственно, не помнит, куда, в какой именно момент, в какую именно область. В ходе судебного заседания точно вспомнила акцентированный удар в область живота, где было наиболее тяжелое ранение у нее впоследствии, как было установлено в ходе судебной медицинской экспертизы, ножевое ранение с образованием, соответственно, обильного внутреннего кровотечения, которое, в свою очередь, привело к геморрагическому шоку, соответственно. Кроме того, он нанес повреждения и в области рта, соответственно, в области лица, также ножом. То есть совершал различного рода движения по губам, отчего у последней имелись различного рода телесные повреждения. В общей сложности было нанесено не менее 11 ударов ножом, три из которых являлись проникающими. После этого преступник позвонил в скорую помощь и сообщил, что убита женщина. При этом он скрыл тот факт, что преступление совершил именно он. Благодаря квалифицированным, достаточно своевременным действиям сотрудников скорой медицинской помощи, в настоящее время, которые работают уже врачами, соответственно, реанимационного отделения, пенско-центральной больницы, соответственно, они привели к тому, что была спасена данная женщина. И фактически именно исключительно из-за того, что данным противоправным последствиям противостоял сотрудник, можно сказать, медицинского учреждения, учреждения здравоохранения, фактически это не повлекло наиболее худших последствий, соответственно, гибели потерпевших. Продолжение следует...